здравствуйте дорогие братья и сестры микрофона евгений никифоров я представляю в студии моего дорогого друга и друга нашей радиостанции нашего братства дмитрий анатольевича билюкина здравствуйте дорогие друзья дмитрий анатольевич напомню тем кто может быть забыл или не знает вовсе знаменитый наш художник академик живописи член академии художества россии народный художник так что слава богу отмечен ты всем наградами и званиями по заслугам причем один из может быть немногих людей где аксиус могу сказать да аксиус аксиус не достоин достойно достойно конечно же по радио говорить о живописи очень сложно но с другой стороны ваша живопись настолько насыщена что они можно и нужно говорить именно потому что она требует комментарии часто кроме того что она имеет непосредственное воздействие на душу человека как изобразительное искусство любое она еще требует очень часто комментарии комментарии безумно интересного смотрел журнал искусства покажем нашим нашим зрителям искусство для всех искусство для всех вот такой журнал и где частности по-моему, там два или три разворота посвященные вашему творчеству. Четыре даже. Да, и это все об одной картине. Вот давай мы от этого будем исходить, от этой картины. Эта картина называется Парад Победы. Вообще-то еще и страшнее она называется. Называется Конец Третьего Рейха. Действительно. Ну вот видишь, мне много хочется говорить сразу мне, потому что у меня впечатлений масса об этой картине. Я был у вас в мастерской, которая находится в студии Грекова. Это студия военных художников. Потому что картина гигантская, совершенно, и только там она могла, видимо, родиться, в этих просторах гигантских. Как она, как эта картина возникла, как возникла замысел этой картины? Замысел обычного художника возникает от какого-то или зрительного впечатления. Или от прочтения каких-то интересных исследований, документов. А здесь все как бы на виду. Больше того, довольно много моих коллег уже эту тему решали. Вот. Мы можем назвать известную работу Марата Самсонова, тоже грековца, к сожалению, уже умершего. Причем он был курсантом и участвовал в этом Параде Победы. Удивительный парадокс. Да, еще не будучи художником. Вот. А потом, спустя много лет, обучаясь и став даже худруком в студии греково, написал картину. И много других. Разного качества. Поражает иногда вот в предшествующих работах неуважение моих коллег к материалу. Например, у многих на картинах нарисовано, что солдаты, которые идут или которые бросают знамена, одеты в обычное ХБ. А в действительности было не так. И это уже тоже требовало какого-то изучения. Я об этом еще расскажу о деталях. А мне вот это очень показалось интересным. Я действительно был удивлен, потому что далеко не так, как вот изображает традиционно Парад Победы, изображены и офицеры, и солдаты на этой картине. Во-первых, это очень красивая форма. Вплоть до того, что она, уж прости, она напоминает по красоте своей, напоминает гитлеровские, которые весь мир, собственно, поразили своим таким эстетизмом высочайшим. Ну, Хилга Босс шел, да? Вот-вот-вот. Я же хотел это имя назвать, которое сейчас является одним из брендов таких немецкой модной промышленности. И вот он сделал безупречный по своей агрессивности, по своей такой мужской силе, великолепный, совершенно по красоте. А здесь нет, конечно, вот этой жути, хотя эти знамена сами по себе все равно каким-то влиянием обладают, да, немецкие. Вот это тоже красота, эстетизм, фашизм. Но и наши вдруг неожиданно красивые. Вот я отвечу, значит, во-первых, наша форма резко изменилась, когда в 43-м году были введены опять погоны. То есть сразу офицер, да, и воротник-стоечка, который застегивался. То есть мы вернулись к форме Николая II, к форме, как так называемый, на последнее царствование, когда гимнастерка, галифе, у офицеров синие, то есть все было вернуто назад, на свои места. Разрабатывали даже для парада победы, для парадной формы наших маршалов и командующих фронтами вариант Ипполет, вернуться к Ипполетам, не только к погонам. Но это не одобрил верховный главнокомандующий, хотя такая форма в музее хранится. А вот форма на парад победы, она шилась специально для парада, из плотного суконного материала, это темнее, чем гимнастерки, и действительно удивительного покроя. То есть это такое, как френчик, как куртки. Да, с клапанами, да, с разными клапанами, сзади там определенные выпушки. Вот, и она нигде больше не использовалась. И вот разово. То есть она осталась солдатом и офицером, участником этого парада на память. Они, наверное, гордились. У многих эти, может быть, висят в шкафу еще форму прадедушки или дедушки. А в действительности это вот одна из тех деталей, которая тоже может побудить художника что-то написать. И вот смотрите, все коллеги, которые писали эту тему, шли по пути фотографии. То есть с двух сторон. Как это вообще происходило, если уже мы коснулись? Шла рота, разделенная на две, так сказать, части, 200 человек, по 100 человек. Вот. Подходя к Мавзолею, они поворачивались и рассчитано было, потому что репетировали. Это очень ответственный был момент. И он, как мы помним по кадрам хроники, в таком темпе шел, что, конечно, там любая ошибка недопустима. Очень быстрый был темп. Это всего несколько минут заняло бросание знамен, но это была кульминация. Разворачивались, шли, бросали знамя, через левое плечо поворачивались, возвращались на то же место на Красной площади, поворачивались и шли уже к Василию Блаженову. Вот интересно, оказывается, что настолько серьезно относились к этому дефиле, но это на военном языке, на любом языке, не только модного языка, это дефиле военное было, настолько серьезно к этому относились, что не выдержали этого темпа и этого красоты парадного строя Те люди, которые должны были идти впереди вообще этой колонны. Это Кантария и Егоров. Да, они не смогли пройти. Показали, что они не шагистикой занимались, они воевали. Ну вот было добавлено, помимо строевых боевых солдат из полка НКВД, которые все-таки у них было больше времени маршировать. Мы, значит, это совершенно неправильно, что кидали знамена НКВДшники. Это не так. Там было много боевых с наградами солдат. Именно это мне было интересно. И, значит, возвращаясь к теме этого, это кульминация. На мой взгляд, это кульминация парада. Это точка во Второй мировой войне. Когда повержен враг, он раздавлен морально. Его знамена брошены, они ничто. Когда солдаты, а кидали только солдаты и старшины, то есть не было офицеров в роте вот этой сводной, эти перчатки были тут же сожжены на Красной площади, как нечисть, которую вот они брезговали, а хоть хорошие выдали кожаные офицерские перчатки, темно-коричневые, все равно они были уничтожены. Потому что даже прикасаться к этой падали было заразно и невозможно. И вот с двух сторон вот этого действия, вот этого, значит, бросания, не буду называть слово шоу, это как-то мелковато для этого, вот это вот событие такого почти космического значения были репортеры многочисленные. И кино, и фоторепортеры справа и слева. То есть одни могли как бы увидеть этот кадр с Василием Блаженным и куском мавзолея, другие, наоборот, с историческим музеем. Никто вот с ракурса, с которого я решился делать, не мог даже увидеть, потому что там стояли офицеры НКВД, охранявшие вход мавзолей. То есть вот справа и слева от мавзолея, от этого входа, были вот эти две кучи знамен. Поэтому это было очень интересно. Кроме того, может быть, в какой-то степени из-за того, что я сейчас преподаю, как вы знаете, в Академии акварели Сергея Андреяки и веду курс композиции, и малую картину пишут у меня студенты четвертого курса, я их учу динамики. Я их учу, что композиция должна быть интересная, что композиция должна быть живая, что это должно быть не просто грамотное сочленение фигур, а что это должно быть движение. И сам стал на это обращать больше внимания, потому что многие радиослушатели помнят мою картину «Белороссия исход». Там статика, там прощание, это все понятно. Но иногда и нужно, чтобы художник встряхивался от этой статики и писал какие-то картины, вот из динамических картин у меня «Атака гродненских гусар» 1812 год. Мне позировали по-настоящему на Бородино, мои друзья-реконструкторы, подымая лошадь в голуб, и я залез на крышу своего ленд-ровера и оттуда успевал фотографировать. Они скакали и потом сделал набросочки. — Какая красивая картина! Даже помимо того, что она исторически точна и захватывает как кино все равно, что ее смотришь, она просто живописная еще и красивая. — Да, динамика очень важна. Вот я стал этим... А здесь я решил, конечно, усложнить себе задачу, то есть сверхдинамика, чтобы бросали знамена на зрителя. И вот через переплетающиеся вот эти вот паучьи кресты, вот эти кошмарные развивающиеся ленты были видны лица наших воинов, наших победителей, наших русских людей. Вот это важно. — Совершенно точно сказано и написано. Наши слушатели уже, наверное, представили себе, как это все может быть, потому что, я еще раз повторяю, вот ваша картина такого свойства, что они, говоря о них, ты их представляешь очень ясно как-то себе, наполнено. И я сказал уже, что это почти что как кино, и мне, когда я смотрел внимательно эту картину, это практически как знаменитая Леня Рифенштальт снимала. Тоже все очень эстетично, очень красиво. Но здесь вместе с тем, ну, другое настроение. Хотя те же эти по насыщенности символика и красотой просто художественные, эти знамена, брошенные в ноги, вазолея к руководству страны. Кстати, я хотел еще спросить, а каски, как каски вообще возникли? Это же не фурменные, это же все-таки военные. Нет, ну, и на параде победы 41-го года, и вообще на всех парадах, конечно, все идут в боевом облачении, если так можно сказать. То есть каски на параде обязательны. Без касок только старшие офицеры на параде. Даже младшие офицеры, лейтенанты, капитаны, они тоже в касках шли. То есть это подчеркивает то, что мы готовы воевать. И самое главное, что насколько ладно сидят эти каски. Как эта вот слившаяся фигура, это очень, как правильно мы уже говорили, почти модная форма. Это изысканный такой щегольской почти вид у наших бойцов. Поэтому в касках, безусловно, шли. Каски очень красивы, потому что был же дождь, мы знаем, в этот день. И каски были мокрые от дождя. Они отражали небо. То есть это тоже дополнительный эффект, который я использовал в картине. А как удалось, я знаю, что вы очень внимательно относитесь к достоверности. Атмосферы, фактуры, ситуации, движения самого-самого. Для этого же нужны быть натурщики, для этого же нужно было писать где-то на Красной площади, в конце концов. А там же режим? Все это было. Все это было. Но, будучи традиционным реалистом-классиком, значит, я, конечно, затевая этот замысел, как-то попечалился, что нереально мне, а вот как-то конкретно. Я хотел начать писать в начале, в самом начале 2015 года и успеть к Параду Победы. Вдруг такая мысль возникла. Мне помогли мои тоже реконструкторы по уже теперь Отечественной войне. Приехали ребята. Были какие-то у них в руках знамена в форме вот той вот, ну, похожей в гимнастерках просто, не в тех френчах. Вот. И я искал этот момент. Я их заставлял идти в зале студии, который действительно большой, диорамный зал студии Грекова, потому что на улице лежал снег, это было бы нереально их выгнать на снег, это все равно не то освещение, не тот пленэр. И искал момент вот этого живописного развивания знамени. Опять же, здесь мы уже художники 21 века разумно можем использовать достижения техники, в том числе фотографии, потому что нарисовать знамя в полете, как мы понимаем, нереально. Выдумать можно, но убедительности не будет. И вот из ста каких-то кадров, допустим, там два каких-то развивающихся знамени было взято в картину. Два ракурса, два жеста. Потом уже эти же люди позировали мне, уже я делал этюды с натурой. А потом, наконец, мне потребовалось уже во френче, уже такой, мне очень помог полковник Константин Игоревич Шишец, который, у которого такая форма, он еще и вот реконструктор, просто по зову как бы сердца. У него эта форма подлинная есть. То есть он и сам мне попозировал и разрешил эту форму надевать на некоторых моих друзей. То есть натурщиков как таковых не было. Были ребята, которые за идею, за желание, чтобы эта картина получилась, мне с удовольствием тратили на меня время, с удовольствием позировали. И вот договорившись с комендантом Кремля, Хлебниковым, написав, значит, отпрошение, заявление, я получил разрешение писать этюды около мавзолея. И один раз уже до того освоился, что приехал с этим реконструктором. Артем был такой. Значит, он ехал в метро в пальто, касочка была в сумочке, а там он это скинул на Красной площади, встал в каске. Ну и тут же ринулись китайские туристы, которые это было до ковидное время, 15-й год. Его облепили, не могли понять, почему я на них очень зло кричу и отгоняю. Хорошо, что вмешались офицеры, все-таки сотрудники ФСО, оттеснили эту толпу, поставив какое-то заграждение, что здесь что-то серьезное происходит. Это не шоу, это вам не для фоток. И дальше, значит, к несчастью, высохла брусчатка Красной площади, а мне именно нужно было натурный этюд, вот отражение в брусчатке. И я запасся литровыми бутылками с водой и поливал напротив мавзолея Красную площадь. Жалко, нет таких фотографий, они были бы, конечно, уникальны. Ну это забавно, конечно. Да, но искусство требует жертвы. Я добился вот этой убедительности в картине. Я все-таки это написал. Но когда ты видишь лица победителей, их же нужно, уже прошло много, их нет сейчас. И тех, которых нам привозят, как ветеранов, ну, в общем-то, это уже ветераны так кавычках, скажем так. Или люди, которые пережили уже и себя, и свой возраст. Это уже что-то другое. Старички, которые могут и не иметь отношения вообще даже прямого к военным действиям. Лица. Это вот как вы пришли, откуда не взялись эти лица? Потому что это же, это были фотографии тех самых военных или, то есть ветеранов того времени, да, это архивное что-то? Или все же здесь работала интуиция современного художника и современное понимание войны как-то отразилось уже в нашем сознании. Сколько фильмов было, опять-таки, войне. Это же, опять-таки, кино, это не просто художественный вымысел. Это тоже такая внутренняя достоверность. Хороший очень вопрос. Прежде всего, я, как и сам работаю, учу своих студентов. И не грех бы это подсказать многим молодым художникам, что нужно изучать материал очень серьезно. И первое, с чего я начинал еще вот в 14-м году, до работы над этой картиной, основательная поездка в Красногорский архив кинофото документов. Мне выдали больше 20 вот таких огромных катушек с пленкой. И я сам заряжал эту пленку, сам смотрел на маленьком экранчике, пытаясь найти вот эти ценные, ценнейшие для меня кадры. Потому что есть еще и фотографии, но там какое-то количество лиц было, а на пленках вот эта панорама лиц. Это удивительно интересно. И некоторые по этому лицу у меня конкретные, просто взятые вот один к одному. Я точно сделал людей, которые были на этом параде. Есть один удивительный образ. Сержант, и он с орденом Ленина. Я, к сожалению, не мог найти, кто это. Он не бросал знамена, он был просто вот шел с винтовкой, когда пехотные части шли. Вот этот образ у меня есть в моей картине, потому что уж очень лицо удивительное. Потом у меня был замысел взять как-то, чтобы был один грузин, один какой-то, может быть, якут, потому что у нас же была страна-то дружная, многонациональная, и воевали-то все. И это, кстати, картину бы обогатило. Но нельзя. Почему? Потому что верховный главнокомандующий дал приказ, чтобы бросали знамена и в первых рядах шли лица славянской внешности. То есть здесь я уже не мог погрешить против правды. Ну, как тот знаменитый тост. Первый тост. За русский народ. Да, все верно. Потом, конечно, кто-то из моих друзей меня позировал и вошли, вот как Константин Игорь Шишиц, он есть в образе, в картине «Самый правый», такой как бы интеллигент ленинградский, вот такой вот грустный, тревожный солдат. Долго я искал, потом уже переписывал образ того молодого бойца, который бросил знамя и дерзко, нарушив приказ, сразу развернуться, успел взглянуть наверх на Сталина и улыбнуться. Вот это поразительно. Во-первых, он сразу притягивает внимание к себе. Ну, центр конкурса. Во-вторых, я сразу понял, что что-то здесь не по протоколу. Абсолютно. Если шагистики вот эти вот требовались безупречные, балетные буквально тренировки, то здесь должны были лица быть очень серьезные. И вдруг улыбающиеся солдаты. Что это за произвол такой вы допустили? Знамена кидали, конечно, решительно, с ненавистью, но это солдат, который первый раз видит Сталина. Он с ним, может быть, никогда и не встретится, но едет в свою сибирскую деревню, и он видит, что вождь ему улыбается. Вот это единение народа, вот здесь вот очень важно. И три человека у меня из картины смотрят наверх, и по их взглядам ясно, куда они смотрят. Вот, потому что всегда есть место чуть-чуть уйти от протокола. Это образ победителя. А мы можем расшифровать. У него, например, две нашивки. За тяжелое и легкое ранение. Это тоже приравнивались эти нашивки к орденам, и медалям их положено было носить. И мой отец даже носил нашивку вот на своем пиджачке многие годы. А отец у меня фронтовик, ветеран войны. Он закончил войну в 45-м году в Словакии, в Банской Быстрице. У него была желтая нашивка за легкое ранение, а красная за тяжелое. И вот мы, расшифровывая образ вот этого рядового, лихого, с орденом Отечественной войны, там он выглядывает, с медалями, ему ничего не страшно. Он счастлив. То есть это вот пик события, что враг повержен, и мы счастливы. Вот есть действительно то, что называется художественная правда. Иначе бы достаточно было просто увеличить громадную фотографию, сделать, ну или показывать просто фотохронику или кинохронику. Этого было бы достаточно для того, чтобы представить себе, как это все происходило. И эти кадры, они действительно производят впечатление, сами по себе большое впечатление. Но когда ты пишешь картину, все-таки это другое, это другое послание, это другое обобщение вообще. Картина требует громадного обобщения. Конечно. И не только того, что увидел в хронике, достоверность фотографии, это обобщение и жизни этих образов в сердце народа, в его культуре, в его искусстве. И поэтому, как мы многое-многое шутят, что вот революцию мы знаем там из кино. Говорят, так это же кино, это не революция, не так все было. И война тоже. Мы знаем войну очень часто по, ну там, к тому, что к войне это не имеет отношения никакого. Но многие образы трагических наших фильмов, они сложались, сражались за Родину. Там даже был какой-то, я помню, вот в вашей картине портрет, ну, Алялин просто. Да, а вот я как раз и хотел про это сказать. Я этого не стесняюсь и не считаю это компиляцией, но просмотрев работа над этой картиной, ряд наших хороших художественных фильмов, ну, они сражались за Родину, как фильм выше, чем, например, «Освобождение» с Алялиным. Там все-таки больше такой заказной политический фильм, многосерийный, мы его все помним, мы, подростки, его смотрели, но он не столь, может быть, нет там такой суровой правды о войне, как есть в тех фильмах, над которыми еще мой отец плакал, как, например, «Долгие версты войны», «Обратной дороги нет» или «Был месяц май». Вот, а образ это прекрасный, и образ Алялина блестящий. Поэтому то, что я где-то, остановив кадрик, сделал набросок с Алялина, я думаю, что не актер, я, к сожалению, не знаю, жив он или нет, вот все-таки все старички, к сожалению, нет Тихонова, я уже не говорю про Шукшина, который тоже у меня есть в картине, именно образы блестящие, и за них сражались за Родину. Намек, напоминание. А кто-то, кто этот фильм помнит, узнает того же героя. И почему бы не могло случиться так, что они дошли до Берлина и вернулись, и на Параде Победы пронесли знамена. Это дополнительная связь всей какой-то еще и нашей культуры. Конечно, картина всегда в общении, о чем мы уже говорили. Но картина требует зрителя. То есть, когда вы писали эту картину, вы для какого-то зрителя ее писали? Или, по крайней мере, для какого-то, наверное, места, где она должна быть? А где она будет или экспонировалась уже? Когда может ее увидеть? Вот, кстати, на этой выставке 8 апреля, которая будет в Академии Андреяки. Там эта картина будет? Нет. Выставка, про которую мы, наверное, сейчас как раз и торжественно объявим нашим радиослушателям, куда я приглашаю всех и на открытие, и пусть, несмотря на пригласительные билеты, паролем для прохода будет радиостанция «Радонеж». У вас, друзья, будут всех пропускать. Эта выставка посвящена главным тоже темам моего творчества «Пушкину, православию и пейзажу России». Так получается 3П. Да, Пушкин, православие, пейзаж. Ее своего рода как эпиграф будут великолепны, которые многие радиослушатели и многие просто православные люди повторяют, особенно сейчас часто. Это трактовка, это поэтическое изложение молитвы Ефрема Серина, которое начинается «Отцы пустынники и жены непорочные», чтобы духом возлетать в области заочные и так далее. Вот это будет эпиграф. И там будет много работ. Если кто-то как-то следит за творчеством моим, увидит много новых вещей, с удовольствием посмотрят вещи старые и пушкинские, и по Иерусалиму, и по Афону, потому что это все входит в контекст этой выставки. Большая эта картина, она не помещается в тот зал, и она пока находится в студии Грекова. Тоже отдельно для желающих можно организовать туда экскурсию. Может быть, будет какая-то большая выставка грековцев. Мы ждем от руководства Министерства обороны, потому что у нас же было в прошлом году юбилей, 85 лет студии. И этой выставки не было. Я думаю, что она все-таки состоится. А коснувшись темы про то, как эта картина была, и вот мы уже упоминали 15-й год. И вдруг вот сейчас вот вы говорите, что только что картина закончена. Наверное, стоит тогда сказать, открыть какую-то вот тайну, завесу в создании, что эта картина действительно была написана в 15-м году, и она была экспонирована, она была как бы специально написана для выставки, которую я организовывал тогда у себя еще в галерее на Казанском вокзале, в Царской башне, которая была, как говорится, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были, которую я благодарен Владимиру Ивановичу Якунину за то, что он пригревал вот культуру, и за то, что мы имели возможность дать путевку в жизнь многим молодым художникам. Многие радиослушатели знают и бывали там, что там я показывал не только свои работы, а проводил даже всероссийские конкурсы, и вот это была всероссийская выставка. И очень много молодых ребят написали картины, но должен был быть гвоздь программы, то есть вот должна была быть центральная вещь, вот я эту центральную вещь и написал. Но дальше четыре с половиной года она вот у меня отстаивалась, и я понимаю, что что-то в ней не то, и дело не только в торопливости, что вот я ее успел, а она, кстати, была опубликована в каталоге, то есть она даже была вывешена в интернете, не на моем сайте, потому что я чуть-чуть ее стеснялся, что-то было не то, вот, а вот ее, в принципе, можно найти, она называлась «Мы победили», вот, хотя я прошу всюду уже изъять, как бы, те фотографии, те изображения, потому что такой картины «Мы победили» нет, вместо нее сейчас есть триптих, как вы правильно сказали, конец Третьего Рейха, парад Победы 24 июня 45-го года, и вот четыре с половиной года приходило сознание, что и как исправить, и, наконец, пришло. Вот вы удивительный художник, с одной стороны, вы исторический живописец, мастер большой картины, картина, это, в общем, это требует, ну, это особый жанр живописи, это и масштаб, и свести такое количество воедино объектов, людей, там, цвета, в общем, это все очень сложно, тем более, такое громадное полотно, и тем более, громадный триптих, сколько он там в метрах-то? Ну, вот, в общем размахе это больше десяти метров, потому что две боковые картины триптиха, они рассчитаны перспективно так, что они не вплотную к центральной висят, а на расстоянии метра. Ну, громадное произведение, которое даст Бог, найдет свое место, тем более, что все-таки сейчас у нас особое отношение к победе, к нашей победе в войне, и мне кажется, что эта победа имеет, ну, непростое значение геополитическое, да, более того, что-то космическое за этим. Конечно. Да, действительно так? И именно так, именно так, и вот в той победе, великой победе народа, всего народа, всего СССР, державы, в которой мы с вами имели честь родиться, получить образование, которое о нас заботилось, которое воспитывало, ну, может быть, была излишне суровая держава, но, так сказать, и справедливая тоже была. И вот мы абсолютно уже забыли, и нас старательно отучают от вот темы соборности, пусть даже советской соборности, пусть даже народности, вот такой вот, когда единая победа, единое устремление, вот, когда все по силам, вот, я и с очевидцами говорил тех событий, триумф и ликование было такое, что любая задача, поставленная правительством, которому доверяли, которого любили, потому что с ним вместе победили, любая задача была стране по силам. В космос полететь, пожалуйста, освоить Арктику, пожалуйста, написать хорошую картину, пожалуйста, то есть энтузиазм зашкаливал, и это не лжепатриотизм, это не пафос, который там штыками, НКВД как-то создавался, лагерями, нет, это именно тот подъем духа, который был еще после войны 1712 года, но, вероятно, он был раньше, просто он не зафиксирован, наверняка, что-то подобное было и после победы и Александра Невского, и Дмитрия Донского, вот, вот это вот очень важно понять, что это отсюда, может быть, точка отсчета, не случайно поэтому так популярен и такую любовь, и признание получил бессмертный полк, потому что это единение живых и мертвых, то есть фактически это Пасха, когда мертвых нету, когда эти же люди идут в строю, когда мы у них спрашиваем совета, как жить, как любить Родину, как быть мужественными, как ее отстаивать. Но вот вместе с тем у вас в вашей живописи нет морализаторства, такого нравоучительства какого-то, что я ценю в вашем искусстве, что это искусство прежде всего. Умение увидеть образы и передать их, сформировать себя в душе и все это изобразить еще красками, пером, детально, вы умудряетесь в этих громадных картинах не одним большим мазком работает, детально выписывая вот эти маленькие деталечки, которые и создают ощущение достоверности. Так Брюлов говорил, перебью, прошу прощения, на секунду, что деталь в картине признак мастера и что мы же пишем картины, в чем смысл картины, мы пишем их для внимательного зрителя. Быстро так можно в репродукцию посмотреть, да, все увидел, а вот если кто действительно хочет углубиться в картину, он стоит, смотрит и он находит новые и новые детали. Сначала специально замаскированный как бы художник, вот, а потом уже прочтение идет и поэтому детали переднего плана, как те же немецкие знамена, они написаны не просто портретным с хостом, а там с точностью блика на орле или черного шелка на свастике. И вместе с тем ощущение эпичности сохраняется, даже наоборот. Вот это соединение лиризма и в колорите даже, колорит-то вот ваш фирменный колорит, он же акварельный практически, да, вот для такой картины, как конец третьего рейха, хочется брутальных красок, такого яркого письма какого-то, а здесь очень-очень нежное письмо какое-то, и вместе с тем очень убедительно, что выбран вот такой язык для такого изображения. И тут, естественно, я хочу все-таки перейти еще к тем картинам, которые наши слушатели смогут посмотреть. 8 апреля в Академии Андреяки, это на Академика Варге, напоминаю, находится громадное, очень замечательное место, такой центр нашего изобразительного искусства, Московского, да вообще Русского, наверное. Всем рекомендую посещать почаще этот центр. Там просто очень хорошие выставки, там помимо Академии, это нужно тоже пояснить многим, есть огромный выставочный зал, где выставки музейного уровня, иногда даже две или три выставки параллельно разных, или с музеев, или из молодых художников. Да, и уровень выставки, конечно, просто мировой, очень часто бывает так. Так вот, на этой выставке будут представлены, конечно, работы меньшего гораздо формата, там будет и средняя картина, да, видимо. Нет, ну там будут и крупные вещи, где-то до двух с половиной метров, просто там по высоте, вот этот парад Победы не может войти, а так там будет вот триптих Иерусалим, большая вещь сделанная тоже. Я вот стал любить в последнее время триптих, когда необъятная панорама того или иного пейзажа не может быть написана вот именно, как пишут, скажем, панораму грековцы, когда вот это полуизогнутый холст, и вот там вот для панорамы, для диорамы, вот, то есть части панорамы, нужно какое-то действие, пейзаж, невозможно так написать, это будет скучно, а триптихом можно выделить три главные части. Вот если уже мы заговорили про триптих Иерусалима, то центральная часть это старый город, левая часть это храм Петушиного Крика, и вот те арабские кварталы, то есть там земля горшечника, как мы знаем, да, купленная за 30 серебряников, там, конечно, все уже немножко застроено, но все равно это узнается по вот этому вот ландшафту, вот этот старый город. И правая часть это храм Марии Магдалины, и уже видно Гефсиманский сад, и, так сказать, начало Елеонской горы. Если это охватывать одной картиной, скука была бы страшна, а здесь я разбил и на три времени суток, получается, то есть левая часть это самый-самый ранний рассвет, центральная часть уже встало солнышко, и правая часть уже оно поднялось побольше. И вот это же я эффект использовал, уж позволю опять вернуться к теме Парада Победы, когда я решился из одной картины сделать триптих, то есть пытаясь вместить в одну картину и Гум, и Василий Блаженный, и из-за этого излишне стискивая бросающих знамена солдат, я погрешил против перспективы, которую, конечно, художники-романтисты могут и менять как угодно. Вспомним Жирико, вспомним массу наших, того же Брюлова, так сказать, но если это уже реализм основан на традициях Сурикова и Репина с убедительным классическим подходом, то уязвимость приближенного храма налицо. Поэтому мне пришлось в прямом смысле отрезать метр двадцать холста ножницами с правой части на своей картине, натянуть новый холст и сделать правую часть отдельную. И к этому придумать левую часть. И это блестяще закомпоновалось, потому что тогда у меня получился охват картины на 360 градусов от исторического музея через центральные фигуры бросающие и до Василия Блаженного, где тоже в бок бросают фигуры, знамена. Да, и там еще фонтан. Да, это не все знают, что фонтан победителей. Кто-то приписывает авторство Сталину. Ну, в общем, все можно приписать верховному главнокомандующему. Сталинизм или сталинская эпоха. Сталинская архитектура. Это не значит, что Жалтовский это человек, который учился у Сталина делать архитектуру. Конечно. Но это очень интересно. На лобном месте был сделан фонтан. Его венчала скульптурка, чуть-чуть компелитивно напоминающая Мухинскую рабочую колхозницу, только со звездой. Вот. И он был даже как-то там украшенным рамором и цветами. Но он был именно только вот в эпоху этого парада. То есть, дальше потом его демонтировали. Перейдем к выставке, которая будет 8 апреля в Академии Андреяки. Она вот объединяется. Как вот она объединяется? Все-таки отцы пустыненькие, жены непорочные, православие, Пушкин, пейзаж. Кажется, очень широко и вместе с тем такие разнообразные сюжеты выбраны для этой выставки. Все объединяется, наверное, Пушкиным. Объединяется его мудростью, его православием. И все разговоры о его нигилизме, о его атеизме, и что он берет уроки чистого атеизма. как написано в письме, которое вскрыли, из-за этого возник скандал, как мы знаем. Это его экспансивность. Напомни, пожалуйста, об этом скандале, потому что не все наши слушатели знают. Неужели? Ну, напомним, что одно из письмов было вскрыто, тогда все-таки был такой институт цензура. И там написано, что Пушкин берет, Пушкин пишет, что я беру уроки чистого атеизма. И это послужило поводом для его ссылки в Михайловское. То есть то, что была южная ссылка, это в действительности была никакая не ссылка, а его рабочая командировка. Потому что в Царскосельском лицее воспитывались не поэты, а воспитывались сотрудники Министерства иностранных дел. Они получали низший чин свой и должны были расти, а уже писать стихи или там рисовать или что-то другое. В нерабочее время. В нерабочее время. Как, собственно, Клинка, как мы знаем, многие римские корсаков, офицеры, да, так сказать, и сочиняли музыку. Толстой тоже вырос из этого. Вот. И поэтому это, когда вот узнал о этом и Сергей Львович Пушкин, которого Пушкин, приехавший в ссылку в Михайловское, застал там с матерью, пребывая на даче как бы в летний период, то он был настолько возмущен по поведениям сына, что вызвался сам докладывать о нем, то есть, чтобы его исправить. То есть, это была трагедия и для семьи, потому что все были поражены, что вдруг молодой Саша учудил, что он позволил посигнуть на царя, на незыблемость трона, то есть, на монархию. То есть, то, чему служили как и Пушкины, более древний род, так и Ганнибалы, всеми силами своими. То есть, разлад был страшный. А вот, трагедия Пушкина была, что он писал, вот, что мне невыносимо в Михайловском, и он писал Жуковскому, спаси меня хоть крепостью, хоть монастырем Соловецким. Вы понимаете степень отчаяния молодого человека? И, уж если мы про это заговорили, а про Пушкина я могу говорить много, как вы знаете, да, это моя любимая тема, не случайно у меня студенты четвертого курса традиционно делают картину по Пушкину. Я им говорю, что эта тема неистащима, что у меня вот по Пушкину больше 11 замыслов, просто времени нет, чтобы их написать. И берите любую тему, его жизнь, как произведение, как возможность написать какую-то картину неистащима. Так вот, на чем я остановился из... На письме. На письме, да. Значит, Жуковский писал ему, что тебя, Михайловская, вот я не цитирую, я смысл хочу передать, что остепенись, ты более велик, чем тебе кажется, отбрось вот эти дурачества, отбрось шалости, сосредоточься, и ты будешь благодарить Михайловская. И он был прозорлив, Пушкин рвался, потом Михайловская. Получить вот ту необходимую для поэта возможность творчества. То есть, он же там написал огромное количество шедевров, и деревенские главы Онегина, и он, я уже не говорю про Бориса Годунова, я уже не говорю про каких-то, про какие-то шедевры, которые там были замыслены, и потом получили развитие. То есть, не только Болдина, а и Михайловская была. Но я увлекся, прошу извинить. Да, а я заслушался. Мы отошли от темы вопроса, да, какая связь Пушкина и православия, да, связь на выставке, связь. Да, именно на выставке. Вот я, да, я наконец отвечу. Он знает о мысли, отцы пустынники, жены непорочны, заголовок эпигур этой выставки. Больше, конечно, часть аудитории радиостанции Радонеж люди православные и во время Великого Поста особенно благодатно путешествовать, пусть мысленно, по святым местам. Пушкин был лишен такой вот счастливой возможности, хотя, конечно, представить посещение Пушкина Афона, допустим, или Иерусалима, что через какое-то время стало более реально, и многие могли это сделать. это могло бы привнести что-то новое и в его творчество, но он во многих своих произведениях, будучи человеком православным и вернувшись как бы в лоно и матери церкви, мы знаем, что Пушкин соборовался, что он простил врагов своих, не только Дантеса и Гекерна, а и всех, что он умер как христианин, что он попросил за себя не мстить, то есть его преображение на смертном адре компенсирует все его чудачества, все даже, возможно, предписанные ему как Гаврилиаду какие-то произведения, он был другой уже. Это баловство юношеское. Да, 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 он был совершенно другой, и любое его произведение, оно глубокое и православное, больше того, даже Евгений Онегин, который вначале замышлялся как легкий, такой, ироничный, эротичный. Бомарше. Да, 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 и в результате это стало глубочайшим произведением христианским, с моралью такой вот глубокой, что вот Татьяна, в отличие от той же Анны Карениной, выбрала верность мужу, вот, и будучи глубоко православной, поэтому здесь вот, смотрите, друзья, здесь, наверное, это все одно и то же, те пейзажи, которые могут быть от Петербурга, Валдая, Торжка, где проезжал Пушкин, до Москвы, до любимого Михайловского, это тоже пейзаж России, он, это те места, которые Пушкина и многих других наталкивали на создание великолепных произведений, а прославлять нашу природу, это прославлять творца, потому что она, наш пейзаж, тем более, если он венчается где-то церквушка, он глубоко православный, если, конечно, он не застроен коттеджами еще пока, а частью такие места есть, еще девственной русской природы, и, наверное, путешествие Великим постом по святым местам православия, а я хочу специально повесить отдельным блоком, у меня сформирована отдельная выставка этюдов, которая называется «Впечатление православного паломника», то есть, мы уже об этом говорили на некоторых ваших беседах, что метод работы у меня, что я пишу этюд с натуры обязательно, без этого я не могу создать картину, иногда это этюд 15-минутный, иногда получасовой, в зависимости от времени, который отпущен, иногда на корабле 5 минут чтобы успеть что-то сделать, что-то все равно зарисовываешь, и вот эти этюды, некоторые переросли в картину, некоторые ждут своего часа, но они сами по себе интересны, потому что они написаны именно на святой земле, вот они тоже будут показаны, лучшие из них, потому что эта выставка большая, больше 200 работ, то есть я думаю, что это крупная выставка, ну и многие у меня просто спрашивали, ты давно что-то не показывал работы, вот наконец эта счастливая возможность наступит. Здесь нужно поспешить, друзья, потому что Иерусалим, так как и русский пейзаж, изменяется, изменяется не в лучшую сторону, потому что он становится столицей богатого государства, соответственно, там вылезают небоскребы, какие-то биржи и так далее, и вот то, что я еще застал там 30 лет тому назад, первый раз в паломнической службе Радонича, он только и возникл собственно благодаря этой поездке, мы попали вот тут мир нетронутый еще, там была знаешь, как в Одессе ради шутки продают консервы, написано воздух Одессы, вот такое ощущение, что это консерва какая-то того времени, где воздух и дух древнего Иерусалима естественно ощущался, естественно чувствовался. Сейчас уже в меньшей степени это, и чем дальше, тем вот эта урбанистика, она все заставляет все больше и больше оживлять свою собственную фантазию. И поэтому вот ваши работы, которые мы можем посмотреть на этой выставке, в которых вы запечатлеваете, то, что для сердца нашего дорого, вот эти святыни Иерусалима, святыни русской земли и так далее, где как бы прищурившись, отодвинув вот эти вот этот молох современного современной жизни, увидите как, знаете, голубка, берешь в руки, а там такое маленькое сердечко, нежное, нежное бьется, и вот это нежное биение правды, истории жизни христианской, оно вот чувствуется, и кто не сможет поехать, тем более сейчас Израиль закрыт полностью, когда он там откроется, мы еще не знаем, посмотреть, хоть чуть-чуть приобщиться к тем местам, где действительно и реальное ощущение спасителя, пребывания его там, земного пребывания там, на этой скалистой, на этой скалистой каменистой земле, чувствуется удивительно, через картину вот такую серьезную, которая является как бы концентратом вот этих всех впечатлений, которые каждый человек получает, но не все могут выразить, правильно? И вот это выраженное концентрированное понимание того, о чем сейчас говорил, мне кажется, крайне важно. Да, бесспорно, и у художников есть счастливая возможность, сделав вот такой этюд, и этюд положить на полочку в мастерской, а другая есть полочка в своей зрительной памяти, там она очень, очень большого формата, большого вместительности, да, так сказать, много гигабайтов туда можно закачать, говоря современным языком, и вот я, когда наступила у нас вот почти год назад первая волна ковида, тогда уже еще все тогда чуть-чуть остерегались, сейчас уже все стреляные воробьи, все понимают, что кара господня, что нужно к этому спокойно относиться, как многие, так и я переболел, и дай бог всем здоровья, а вот тогда я просчитывал, сколько мне можно не выходить из мастерской, чтобы по этюдам писать картины по святым местам, год, около года, то есть у меня по святым местам, по Афону сделанных конкретных этюдов, которые я помню, которые могут, заслуживают быть изображены в больших форматах, я могу в мастерскую, вот меня, если запереть, и как старцу подавать только еду, год можно сидеть в мастерской, боже, хочется запереться там тоже вместе и предаться вот этим замечательным воспоминаниям. Милости просим. Что ж, дорогие друзья, я благодарю Дмитрия Анатольевича за такой замечательный рассказ перед началом нашей сегодняшней беседы, он говорил, ну что мы будем говорить о том, что мы не можем показать, да, конечно, радио это не телевидение, может быть, это даже и хорошо, потому что радио позволяет многое домыслить, вообразить, представить себе. И на самом деле вы дали урок того, как нужно смотреть картину, потому что картина это язык, на котором художник обращается к своему зрителю, это не просто веселенькие красочки, это не просто пятно на стене красиво сделанное, это не просто достоверное изображение природы, нет, это какой-то разговор, тончайший, поэтический, эпический, как мы говорили о картине, которые, видите, мало кто может посмотреть, а мы о нем говорили, я думаю, что не зря говорили, мне очень хотелось именно поговорить об этой картине, заодно и рассказать, как картину, как вообще искусству живописному подходить, смотреть и как смотреть картину, что это нужно смотреть долго, внимательно, качественно, внимая, тут уже у меня и наши баснописцы что-то в голове, внимая соловью, да, самое главное, получая наслаждение, не просто тяжелый труд смотреть картину, а удовольствие получать, радость, многие это еще не умеют, дай бог, чтобы вот сейчас как-то постигали это, ну что ж, ведите своих детей, школьники или бабушки, ведите своих внуков, школьники, просите родителей, чтобы они вас сводили в эту замечательную академию, как говорили, народного художника России, Андреяки, который располагается на улице академика в Арге 15, ну, найдете в интернете, это легко, там говорят, какие-то сложности сейчас в метро, некоторые станции закрыты, от теплого стана там труднее добраться, но можно от Тропарева, это все вопрос уже техники, да, сейчас, слава богу, в Москве с транспортом решено все просто превосходно, доедете, кто захочет доехать, а я думаю, что наша задача именно и состоит в том, чтобы замотивировать наших слушателей поехать, чтобы они захотели это посмотреть, это непростая выставка, вы получите громадное эстетическое, этическое, мыслительное, интеллектуальное удовольствие, ну, собственно, встретитесь там с самим Дмитрием Анатольевичем, который на выставке очень часто бывает и вводит экскурсии, расскажет, в общем, он не чурается беседы с простыми своими зрителями, так что я благодарю вас за сегодняшнюю беседу, наших слушателей, за то, что они внимательно вот так по радио рассматривали картины. Спасибо вам, Евгений Константинович. Спасибо. Спасибо. Спасибо.